Снова здравствуйте, в этой части наше приложение будет подключаться к базе данных mongodb с помощью библиотеки mangos, а также добавлять первую тестовую запись. Для работы с mongodb мы будем использовать стороннюю библиотеку mangos, с помощью которой будем производить все манипуляции с базы данных. Для того, чтобы установить эту библиотеку, напишем следующую команду. Перед тем, как добавить тестовую запись, запустим сам mongodb сервер. Данный процесс должен работать постоянно, чтобы иметь доступ к нашей базе данных. Попробуем подключиться к mongos серверу и проверить, какие базы данных у нас имеются. Напишем следующую команду. И как видим, имеются три базы данных, установленные по умолчанию. Нашей задачей будет являться добавить четвертую базу данных, называемую тест. Теперь попробуем добавить первую тестовую запись. Для этого я скопирую и запущу данный код. Наш код я временно закомментирую. Попробуем запустить наш сервер. И проверить наличие данной базы данных. Как видим, появилась база данных в тест. Куда и сохраняются все наши записи. Давайте теперь разберемся с тем, как работает данный код. В первую очередь мы подключаемся к саму библиотеку. Далее подключаемся к серверу и указываем конкретную базу данных. Создаем модель, то есть таблицу, указав конкретную к ней схему. После чего мы создаем экземпляр с названиями и с всеми данными. Сохраняем эти данные. После успешного сохранения отображаем пользователю конкретную информацию. В следующей части мы создадим базу данных для нашего блога. Также будем отображать и добавлять все наши записи.